Слово Свет появился из тьмы Над водой, над землей Засиял небосвод голубой А потом Появились растения Звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки Я надеюсь, что все, кто Учит с нами церковно-славянский язык Уже собрались, и мы можем начинать Перед началом нашего занятия Как всегда, помолимся Господу Во имя Отца и Сына И Святаго Духа Аминь, Господи благослови Друзья Сегодня мы продолжаем Разговор о букве ДОБРО И о словах, которые с нее Начинаются Надеюсь, вы помните Слова, о которых мы говорили В прошлых передачах Повторим их Дух Святый Третье лицо Пресвятой Троицы Слово Дух Пишется под титулом Как и слово Святый Добродетели Это добрые качества души Которые выражаются И в добрых поступках Мы с вами называли Разные добродетели Среди них Любовь Терпение Трудолюбие А сегодня, ребята Мы назовем слово Которое обозначает Главную святыню Всей церкви И каждого храма В отдельности Источник вечной жизни Верующих людей Это дары Святые дары Вот как пишутся эти слова В церковно-славянском языке Слово дары Произносятся с ударением На первом слоге Те, кто в храме Участвуют в таинстве Пречащения Знают, что Святые дары Это хлеб Просфора И вино Которое на литургии Силою Святого Духа Таинственным образом Становится телом И кровью Господа Иисуса Христа Причастие Святых тайн Так по-другому Мы называем Святые дары Очень важно Для каждого из нас Ведь причащаясь То есть Принимая тело И кровь Господа Мы сами Становимся Его частью Причащение Святых даров Необходимо Чтобы войти В жизнь вечную Вот какое Важное слово Узнали сегодня Мы с вами Есть еще Два слова Которые обозначают Церковные предметы Предназначенные Для святых даров Дарохранительница И дароносица Оба эти предмета Находятся В алтаре храма Помните Мы вам о них Уже рассказывали Вот как выглядит Дарохранительница А называется она так Потому что В ней хранятся Святые дары Это освященный сосуд Обычно выполненный В виде храма Или часовни Красивый, правда? Внутри этого сосуда В особом ящичке Хранятся Освященные ранее Святые дары Частицы Тела Христова Пропитанные Кровью Его Эти частицы Ребята Употребляются Для причащения На дому Тяжело больных людей Ведь им Особенно необходима Помощь Божья Но как же Донести До нуждающихся Больных людей Святые дары Для этого Служит Особый церковный Сосуд Дароносица Видите, друзья Это небольшой Ящичек В виде Часовинки С дверцей И с крестом Наверху Внутри Дароносица Находится Ящичек Поменьше Для перенесения Святых даров А для Причащения больных Маленькая чаша И лжица То есть Ложечка Подобные тем Из которых Мы причащаемся В храме Представьте себе Друзья Какую великую Святыню Переносит священник В дароносице А ведь иногда Ему предстоит Очень далекий путь Дароносицу С благоговением Носят на груди Сама дароносица Помещается В особый мешочек Со шнуром Чтобы можно было Повесить драгоценный Сосуд На шею И еще одно слово Обозначающее Священный предмет Я хочу назвать Вам сегодня Это Дискос Похоже На слово Диск Правда? И это Не случайно Греческое слово Дискос Значит Круглое Блюдо А церковный Дискос Это Металлическое Блюдо На невысокой Ножке Вот оно На дискос Во время Подготовки К литургии Кладется Специально Вырезанная Средняя часть Большой Просфоры Агнец Именно Агнец Притворяется Затем В тело Христова Вот какое Важное Назначение Дискоса Дискос Круглый А круг Как вы Помните Является Символом Вечности Он не имеет Ни начала Ни конца Круг Дискоса Обозначает Вечность Церкви Христовой И все Кто достойно Принимает Святые дары В Таинстве Причащения Приобщаются Этой Вечности Ну вот Друзья А теперь Настала пора Прощаться Мы снова встретимся С вами Через неделю Ведь нас еще ждет Много нового И интересного До встречи Дорогие мои Храни вас Господь Азбука Есть начало Учения Смирение Начало Добродетели